приветствую вас мои дорогие девочки красавицы с вами реля донскова и мы решили записать целую серию видео как правильно ухаживать за разными типами кожи и разного возраста соответственно и сейчас в этом видео вы просто посмотрите правила как нужно наносить средства косметические на коже лица как правильно умываться в какой последовательности и так далее я буду показывать на примере комплекса нович это мой любимый комплекс и начинаем всегда с очищения первый этап и утром и вечером всегда очищение прежде чем приступить я вам покажу по каким линиям мы с вами будем двигаться если визуально лицо разделить на пополам визуально то мягкими движениями подушечками пальчиков мы двигаемся от середины например проходим нос от крыла носа мы легкими движениями двигаемся к вискам от середины подбородка легкими круговыми движениями мы двигаемся к мочкам уха от середины лба мы расходимся и двигаемся в стороны к вискам то есть все движения простые вверх в стороны открыла носа к виску от середины подбородка к мочкам уха далее когда мы работаем с глазами то все движения такие простые желательно безымянным пальчиком двигаемся вот таким образом простукиваем мы не трем кожи не тянем мы прохлопываем по кругу получается по верхнему веку идем от внутреннего угла к внешнему а когда по нижнему веку от внутреннего края глаза ой то есть от внешнего к внутреннему то есть такие вот круговые движения они похлопывающие когда мы работаем 6 смотрите здесь очень простая технология чтобы вы поняли вот где-то в этих зонах за ушных у нас находятся лимфоузлы далее они где-то здесь у нас находится поэтому движения такие мы шею переднюю часть поднимаем вверх уводим к ушам и спускаем вниз шею мы всегда прорабатываем то есть шея это продолжение лица то есть пошли вверх довели до ушей спустились вниз естественно у нас руки скользят на руках пеночка или сыворотка или крем то есть любое средство которым вы пользуетесь оно не не должно быть то есть не должна создавать неприятных ощущений вот так по простому надеюсь вы все запомнили если что пересмотрите видео повторите мы сейчас приступаем к очищению то есть прежде всего нужно намочить лицо я его смачиваю прохладной водой то есть намочили то есть кожа должна быть влажной я челку закалю скрепочка есть чтобы не мешалась так сюда будет торчать то есть кожа увлажнена далее я беру средства и вот смотрите на руку на пальчики я наношу одно нажатие распределяю на пальчиках и начинаю наносить на все лицо я сейчас шеи не буду работать потому что мне не очень удобно на камеру это делать поэтому вы просто должны понимать как мы работаем то есть легкими такими массажными движениями уходим по массажным линиям помните да вверх стороны оп вниз к лимфоузлам когда мы делаем вот это движение мы помогаем кровотоку то есть кровь сюда отходит очищается и уходит таким образом у нас усиливается кровообращение кожа выглядит от этого лучше получает кровоснабжение необходимое вы даже после этапа умывания уже увидите какая кожа становится розовенькой течение одной минуточки все промассировали и смываем ничего сложного здесь нет после того как вы умылись лицо нужно просто промокнуть полотенчиком просто промакивающие такие приятные движения кожи не трем не травмируем ее не растягиваем ничего этого делать лишнего с ней не нужно далее если это утренний уход как я сейчас делаю можно просто сразу нанести крем для глаз то есть после гель-тоника который мы используем сейчас новинка серии нович уже не нужно протирать лицо тоником как мы это делали раньше далее наносим крем смотрите так как я использую серии коллаген то здесь крем с роликом с металлическим и он так скользит по коже приятно и и охлаждает и сам распределяет крем я такими легкими движениями просто помогает сделать если есть необходимость чуть чуть надавливаю на крем чтобы он поступил на металлический шарик и продолжаю движение можно покатать немножечко кожи разглаживается становится мягенько снимается отек уходит этот синячок под глазками становится менее заметной потому что кожа усиливает кровообращение и завершаю таким похлопыванием как вы заметили по тем же линиям которые мы с вами говорили то все в хлопнули оставляем пусть он впитывается лет сито который я использую с огромным удовольствием это эссенция это новинка серии нович такая жизненькая дополнительное увлажнение кожи я его просто наливаю на пальчики и распределяю по коже смотрите это как водичка эссенция она такая густенькая то есть она не прям льется как вода то есть у нее есть какая-то такая схватистость и я ее просто раскидываю по массажным линиям на всю кожу обязательно также на шею обильно я не экономлю то что это как влага для кожи водичка чтобы ее было много чтобы кожа разгладилась чтобы она стала мягенькая далее уже можно будет наносить дневной крем на ночь я еще на нашу обязательно сыворотку днем не всегда по состоянию то есть я чувствую что кожи нужно больше нужно больше питания то я и утром тоже наношу сыворотку все немножко много нанесла пусть питается капельку прям даем времени чтобы все это впиталось леглось ой ну кайф после этой сыворотки я заметил как здорово у меня кожа разгладилась сейчас зимний период времени года идет и кожа испытывает от этого стресс поэтому чем больше вы дадите кожи увлажнения питания тем больше она тем лучше она будет вы будете больше будет вам благодарна все она впиталась практически же ничего нет и я беру следующий крем это тоже дневной крем экологен мне нравится легкий крем потому что он с дозатором и я его наношу прям себе на руку немножечко отставляю и раскидываю по лицу такими маленькими точечками везде на лицо на все наши естественно и контур не забывайте про контур потому что контур является таким показателем возраста женщины потому контур в первую очередь мне кажется являются мимические морщинки а потом падает контур лица то есть это наш овал так сказать крем очень легко распределяется уже по эссенции прям легенькими движениями не забывайте про кожу вокруг губ кстати если вы заметили что вокруг кожи появляется сеточка мимических морщинок то можно также на вокруг этой кожи вокруг губы наносить крем для глаз он очень концентрированный и классно разглаживает эту нежную нежную кожицу все крем впитался такой простой легенький уход сегодня мы посмотрели с вами уход без дополнительных средств но впоследствии я вам обязательно видео расскажу какие дополнительные средства как маски скрабы сыворотки для чего они нужны как ими правильно пользоваться как часто ими пользуются тоже об этом мы поговорим в следующих роликах обязательно так давайте подведем итог что мы с вами сделали смочили лицо нанесли очищающее средство раз следующий этап все смыли средство массируется буквально одну-две минутки все смывается это делается и утром и вечером обязательно после того как смыли лицо промокнули полотенчиком и аккуратненько подушечками пальчиков по массажным линиям наносите увлажняющую эссенцию даете ей немножечко впитаться то есть эссенция пока впитывается можно взять крем для глаз можно сначала крем для глаз это не принципиально берем крем для глаз и по линиям наименьшего натяжения кожи мы аккуратненько прокатываем все личик то есть вы видите прошла буквально минутка насколько свежее стало лицо я это вижу хорошо надеюсь через камеру это тоже передается хотя бы отчасти из кожи прям расправляется и чувствует себя очень комфортно крем для кожи вокруг глаз также можно носить на коже вокруг губ на на те морщинки которые особенно выявлены ярко выражено например межбровная складка носогубные складки то есть если у вас здесь идет акцент в этих местах то вы конечно же пользуетесь дополнительным средствами и завершает дневной уход утренний уход дневной крем для лица крем для лица ни в коем случае нельзя наносить на кожу вокруг глаз это может вызвать отек то что кожа абсолютно разная вы можете даже подойти к зеркалу и так взять щепоточкой кожи вот на щечках и кожи около глаз посмотрите насколько она вот тут тоненькая и хрупкая то есть строение у кожи абсолютно разное если здесь мы видим поры то вокруг глаз ни у кого нет пор поэтому крем должен быть для глаз только специальный после того как вы нанесли крем нужно дать ему впитать то есть если мы говорим о вечере то на ночь ни в коем случае нельзя сразу после ухода ложиться спать должны пройти хотя бы 30-40 минут с того момента как вы сделали комплексный уход из кожи должна полностью впитать средства а если вы его сразу нанесете и ляжете спать то она останется на подушке к сожалению вот ну что еще дополнительно хочу сказать делайте все правильно если какие то вопросы пишите в комментариях и смотрите следующую серию роликов про правильный уход и подбор средств для кожи лица с вами лилия донского пока пока gopro стоп видео